Изготовили много одинаковых углов, величина каждого из которых целое число градусов. Абсолютно одинаковые углы, там, не знаю, там 15 градусов, 15, 15, 15, 15. Ну, я не так сколько могу, какое-то целое число градусов. Известно, что 21 такой угол можно приложить друг к дружке, чтобы они не налегали. А 22 нельзя. Скажите, пожалуйста, какая величина угла? Повторяю. Изготовили. Абсолютно одинаковые углы, целый, в градусах, целый величина. 21 такой угол помещаются без перекрытия, без наложения. А 22 не помещаются. Скажите, какова величина угла? Задача, на самом деле, по альтметике, а не по диаметике. 17 градусов. 17 градусов. Светлый величина, пожалуйста. Да, и что? Сейчас, пожалуйста, внимательно-внимательно слушаем решение. А вы попытайтесь, пожалуйста, максимально подробно свое решение изложить. У нас помещается 21 угол. Значит, если 360 разделить на 21, то это 17. Это получается, что сколько градусов каждый угол и остаток гибра? Если у нас было 21, то есть сумма 17 раз, 27 раз, то есть еще 2 градуса. И сейчас мы будем делать. Когда мы вводим 21 угол, то они помещаются на плоскости. Если 360 разделить на 21, то будет 17. Если 360 разделить на 21, то будет 17 градусов, 17 градусов, то это один угол. Почему 17 градусов это один угол? Ну, потому что это максимальное число, помещающиеся на плоскости угол. Если они, ну... Почему не 18? Ну, потому что если будет 18, то 18 умножить на 21 будет уже больше, чем 360. Ах, это правда. То есть 18 не годится. Да. А почему 17 годится? Ну, 18 годится, потому что мы ему положим 17 углов на 21 градус. Получится... 21 угол по 17 градусов, получится 357. Вот 357 градусов и 3 градуса еще останется. И мы не сможем положить еще. Ну, хорошо, спасибо. Господа, на самом деле, такого типа задач положено объяснять. И гораздо проще было бы, если бы вы не пытались, чтобы вот по этому одному правильству я до всего догадался, а если бы вы написали следующее неравенство. Что на самом деле отразделилось? То есть разделить это лишь полезно, замечательно. Но после этого... Кстати, не всегда решение задач совпадает с тем, как вы ее рассказываете. Ну, давайте в терминах Шерми Холмса, да? Вот есть Шерми Холмс, который там бегает, там что-то такое, там с кем-то собедуется, там добывает какие-то доказательства. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В какой-то момент он должен передать, там, не знаю, полиции, суду, там, ну, каким-то властям. Так вот, ребят, он вовсе не обязан рассказывать целиком цепочку странную своих обсуждений. То, что он на скрипке играл, то, что он там, не знаю, там где-то там бегал, там что-то такое выскивал. Это все полиции и суду неинтересно. А он добыл какие-то там доказательства, и вот их он должен представить в четком, разумном списке, да? Вот замечательно. Вот вы, конечно, для себя, это абсолютно разумно, что поделили. Но вовсе не обязательно об этом даже было никому рассказывать. Вы могли сказать так. 21 умножить на 17, это сколько? 357. 357. 357. Между 210 и 147. Действительно, 357. Больше, чем 360. Что это означает? Это означает, что 21, ну, по 17 градусов можно разместить без наложения. Так? Так, отлично записали. Важно, что это решение роткое, но оно должно состоять из нескольких точных мыслей, а не вот такой вот контурасточный текст. Отлично. Дальше пишем. Дальше пишем. 22 умножить на 17. Это что? Это надо 17 прибавить. 374. Это больше, чем 360. Ребята, что я написал в этих двух строчках? Красную вещь, что 17 градусов годится под условия задачи. Правильно? 17 градусов годится. Но, чтобы решение было полным, нужно еще объяснить, почему у нас 18 градусов не годится. Давайте поймем, почему. 21 умножить на 18, это на 21 градус больше. Это будет 378. Значит, в 18 градусах нельзя положить 21 градус. Почему я не могу взять угол в 16 градусах? Потому что 22 умножить на 16, это сколько? Это 320 и 32. 352. Это меньше, чем 360. Вот заметьте, пожалуйста. Вместо того, чтобы говорить все эти такие вот растущие слова, что там близенько, близенько, большое, маленькое, лучше было написать вот эти вот четыре строчки. Согласитесь, они абсолютно естественные. Правда? Значит, верхние две объясняют, почему 17 градусов подходят к ответу, а последние две объясняют, самая нижняя объясняет, почему нельзя брать 16 градусов, потому что иначе 22 угла можно будет взять. А предпоследний объясняет, почему нельзя брать 18 или больше, потому что 21 не облезнет.